добро пожаловать на канал эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем изобилий и достатке у нас на канале вы найдете для себя много полезной важной и интересной информации поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и сегодня в этом видео друзья мы с вами уделим внимание вещам не просто вещам о нашим старыми вещами поговорим о том почему нужно с осторожностью относиться к старым вещам и чему это может привести знаете человек который любит хранить старые вещи он накапливает вокруг себя негатив и тем самым программируя себя на отрицательную энергетику которая несет в себе разрушение энергии вокруг такого человека и к сожалению может даже навредить людям которые его окружает эта энергетика не обновляется и притягивает в жизни таких людей правда одни неудачи отсутствие успеха во всех делах отсутствие денег благополучия и многие другие неурядицы такое энергетическое поле создает довольно опасные проблемы которые будут мешать и будут привлекать вашу жизнь тем самым только самые положительные моменты и благополучие поэтому лучше не покупать вещи вещи историю которых вы не можете проследить или узнать ведь если эта старинная вещь принадлежала человеку с плохой энергетикой то к сожалению она будет полностью пропитана его энергией так как предметом свойственно впитывать энергию хозяев хуже всего и есть энергетика у старой мебели а если у нее еще и недоброжелательный хозяин был она несет в себе одну разрушительную силу и попав именно к вам дом она разрушает отношения вашей семье создает вам достаточно большое множество всевозможных неприятностей и проблем ведь такие вещи день за днем год за годом впитывают энергию владельца впитывают его чувства эмоции мысли и когда вы покупаете такую вещь с ней все это и переносится ваш дом поэтому если хозяин такой вещички был жадным то финансовые потоки энергии тотчас перестанут направляться ваш дом что приведет вас очень быстро к сожалению к бедности а вот если вы вдруг приобретаете какое-то старое украшение а она изначально несет себе энергетику уже ни одного владельца и к сожалению вы не можете знать в каких семьях до этого была такая вещь и какие взаимоотношения в них были возможно их энергетика была наделена негативом ненавистью злостью и соответственно при носке такой вещички вас не ждет ничего хорошего старинные татуя статуэтки также несут себе опасность так как они так как им очень так как они именно статуэтки они очень сложно подлежать чистки и к сожалению долго сохраняет в себе энергию бывших владельцев поэтому приобретая такую вещь вы приобретаете мощный источник негатива ваш дом даже если вы купили ее в подарок вы заплатили за нее а значит вы есть новый владелец независимо от того это старинный шкаф украшения старая книга знаете все это в первую очередь носители информации и очень часто старые вещи складываются под кроватью или в шкафу которые находятся в спальне помните о том что такого ни в коем случае нельзя делать так как во время сна человек больше всего не защищен и в этот период такая негативная энергия окутывает вас создавая кокон из трудных ситуаций и к сожалению что отбирает у вас энергию поэтому нехватка энергии уменьшит вашу связь с центром изобилия энергии и приведет к тому что ваши мечты перестанут воплощаться и удачи к сожалению также отвернется от вас также это ослабит вашу защиту от внешнего негатива и вы станете подвержены сглазу усталости и даже плохому настроению бывает и так что вы сильно захотели купить старую вещь первым делом обязательно возьмите ее в руки и если это мебель то дотронетесь до нее до нее если вы сделаете и вы почувствуете комфорт и желание в тот же час поставить эту вещь на место в своем доме или забрать руку не вздумайте ее покупать потому что именно такая вещь не принесет вам ничего хорошего ваши энергии уже не совместимы это сработало ваше защитное поле и к нему нужно обязательно прислушиваться но если вы прикоснулись к вещички и не ощутили такого порыва что вам нужно прямо сейчас срочно купить эту вещь но обязательно нужно будет провести ее чистку сразу же по приходу домой для того чтобы не дать этой вещички распространять негативную энергетику по вашему дому поэтому придя домой возьмите тряпочку намочить под проточной водой и оботрите эту вещь затем завяжите тряпочку на узел говорят следующие магические слова всю энергетику вещи собрала в узел связала вещь очистила доступ к новым потоком открыла после этого зажгите свечи и поставьте ее с левой стороны возле вашей вещички перемешивая ее по кругу закончив круг перенесите свечу в центр вашей вещички проговорив следующие слова огнем по кругу очистила энергетику обналила новую энергию в нее запустила будет не теперь служить и счастье в дом приносить и это очищением нужно будет проводить на протяжении 7 дней каждый божий день обязательно нужно будет каждый раз брать новую тряпочку и зажигать новую свечу а старой давать догореть после такого обряда вы сможете пользоваться купленной вами вещью также знайте это что если старинная вещь переходила из поколения в пик поколения передаваясь из рук в руки то именно такая вещь становится сильным оберегом так как она напитывается на протяжении долгого времени положительной энергетикой хозяев поэтому если вам досталась такая вещь то перед тем как принять ее и унести домой обязательно поблагодарите и взяв ее в руки скажите следующие слова вещь эту в дар получаю беречь ее обещаю она сильный оберег для меня энергию положительную будет приумножать в доме у меня с помощью добра и эта вещь будет привлекать ваш дом только хорошую энергетику не забывайте друзья что предметы которые нас окружают несут в себе энергетику и от того как они напитаны зависит атмосфера в первую очередь в вашем доме а также благополучие и финансовая стабильность поэтому обязательно уделяйте мне внимание старым вещам с вами как всегда был канал эзотерика для тебя подписывайтесь на наш канал у нас на канале много полезного важного и интересного материала также обязательно в комментариях напишите принимая и благодарю и поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно